Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии, британская разведка. Принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. Тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной. Об этом сообщает РБК «Украина», со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Твиттер. Как отмечается в сводке, достоверные исследования независимых российских журналистов свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела, а самовольные отлучки личного состава, самоволки, больше, чем за весь 2022 год. По данным британской разведки, российские военные изо всех сил, пытались поддерживать дисциплину в своих рядах, но их проблемы скорее всего ухудшились, после принудительной мобилизации резервистов, с октября 2022 года. Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, в настоящее время наказываются условными сроками, что означает, что они могут быть переведены в зону спецоперации. Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклонистам и поощрять патриотическое рвение, а не устранять коренные причины разочарования солдат, отмечают в Минобороны Британии. Ранее британская разведка сообщала, что в Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации, за счет вербовки рабочих мигрантов из Центральной Азии. Также сообщалось, что с начала 2023 года, на территории России, активизировали схему вербовки заключенных для участия, в боевых действиях в Украине. Скорее всего только в апреле 2023 года, записалось до 10 тысяч осужденных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.